Мы же видим, то есть здесь нам, находясь внутри страны, виднее, он, по сути, продолжает ту же вот эту 30-летнюю систему Назарбаева, ничего не меняется, никаких либеральных реформ не происходит, он много об этом говорит, но делает ровно в обратную сторону. И мы понимаем, почему он так делает, потому что у него есть определенная, скажем так, крыша в лице Путина. Путин вообще является оплотом, можно сказать, всех диктаторов на постсоветском пространстве. То есть они все, благодаря ему, пока еще сидят в президентских креслах и продолжают свой вот этот диктаторский режим. Поэтому я считаю, что никакого там отхода от Российской Федерации, отхода, выхода из ОДКБ и так далее, как на это там рассчитывает Запад, европейские страны, этого не будет. Да, даже, насколько я слышал, на вчерашней встрече в Москве с Путиным как раз была договоренность о том, что они будут усиливать ОДКБ. Вы знаете, что сейчас там генеральным секретарем ОДКБ стал как раз-таки казахский политик, господин Тасмагомбетов. То есть это все показывает то, что, по сути, сейчас будет идти большая такая работа по усилению ОДКБ, и Казахстан там будет играть не последнюю роль. Никакого отхода там, выхода из ЕС и так далее, этого, при Тукаеве этого не будет. Только когда режим сменится в Казахстане, когда придут молодые, да, не только ОДКБ, а вообще взаимоотношения, я имею в виду, между Казахстаном и Россией, они не изменятся, пока не придет новое руководство в Казахстане. Удивительно. Да, действительно, складывается вот внешне, складывается совершенно другое отношение, и многие эксперты в Украине, комментируя вот отношения Казахстана с Украиной, или Казахстана с Россией, или Казахстана со всем миром, говорят наоборот, об отдалении Казахстана в сторону того же Китая. Мы же здесь внутри находимся, мы это видим. Каждый день приходят новые предприятия российские. Например, там сейчас пытаются даже вот у некоторых, скажем, иностранных, там, западных инвесторов отобрать какие-то предприятия и передать их российским инвесторам. Вот, по сути, сейчас идет очень большое давление на господина Митталла. Ну, понятно, что он тоже там не без греха, да, условно говоря, он там мало вкладывается, мало делает инвестиций в модернизирование этого предприятия, но, по сути, к нему много вопросов. Ну, он ничем не отличается от других инвесторов. По сути, все инвесторы действуют аналогично. И что берут? Они сейчас пытаются у него, по сути, отжать это предприятие. Это старый вот этот советский карметкомбинат, сейчас там называется там чего-то там Митталл. И сюда приезжают российские чиновники в Караганду. И сейчас, насколько мы знаем, идут переговоры о том, чтобы это предприятие передать россиянам. И российских инвесторов вообще вот там с приходом Тукаева стало очень много в Казахстане. Они, по сути, везде. И вот эти вот взаимоотношения, взаимоотношения на экономическом уровне, на каком-то другом уровне, они, наоборот, с Россией усиливаются. Поэтому понятно, что многим экспертам в Украине просто хочется, чтобы, условно говоря, там Казахстан отходил от России. Это понятное желание, и нам этого хочется. Но, к сожалению, этого не происходит. Наоборот, происходит большая интеграция с Российской Федерацией. Наверное, нашим зрителям стоит объяснить, что вы оппозиционный политик и очень критически относитесь к президенту Тукаеву. Вас не допустили к выборам, которые происходили буквально недавно. Как кандидат вы не смогли поучаствовать к выборам. Там сложная была процедура. Вот эти президентские выборы, которые произошли, они... Я хотел бы объяснить, я... Вот именно моя позиция по внешней политике Тукаева, она не основывается на том, что я критически настроен против Тукаева. Она строится на объективных вещах. То есть вы это можете просто увидеть по тем шагам, которые Тукаев дальше сделает. И вы поймете, что я оказался прав. К сожалению, к сожалению. А вот я же говорю, даже те эксперты, которые вчера мне не верили, вот после уже визита, сразу же после инаугурации Тукаева в Москву, они уже в этом убедились. И даже было несколько звонков вчера, в котором они говорили, что я оказался прав, что это так и есть. И поэтому здесь просто оно строится на объективной той информации, которой мы владеем. Я стараюсь очень объективно именно во внешних связях Казахстана с другими странами быть абсолютно объективным. То есть, конечно, вот, например, там, когда Тукаев съездил на этот Санкт-Петербургский форум, помните, где он там заявил, что он не будет признавать ДНР, ЛНР, это очень сильно нас обрадовало. То есть, я в это прямо верил и говорил, все, вот там, сейчас пойдут такие действия, Казахстан начнет отходить от Российской Федерации, там, будут проведены реформы, да, скорее всего, там, будет какой-то дальнейший выход из ЕС, там, ОДКБ, ЕС, я имею в виду, Евразийский экономический союз, который создал Россию. И будет выход из ОДКБ. Но сейчас, к сожалению, мы видим всю информацию, мы видим, что происходит и вынуждены говорить, что никакого отхода не будет. Наоборот, будет дальнейшая интеграция с Российской Федерацией. Что касается выборов, да, мы тоже еще раз убедились, то есть, после января месяца, вы знаете, там, у нас было такое кровавое восстание, которое очень жестоко подавили, расстреляв мирных людей, вплоть до детей, до маленьких. Самая, там, маленькая девочка, которая была расстреляна, ей было около четырех лет, то есть, жестоко подавили это восстание, и понятно, что после такого, такой случившейся трагедии, мы все ожидали, что будут начнутся какие-то либеральные реформы, и об этом Тукаев сразу же заявлял в первые же дни. Он говорил, мы сейчас все сделаем, там, будем регистрировать все политические партии, мы там сделаем так, чтобы каждый мог иметь право там говорить, свобода слова, свобода выборов. На выборах, в общем, там, кто-то, кто хочет, будет там избираться, партии все будут участвовать в выборах и так далее. Но наша политическая партия, которую я возглавляю, мы уже 23 раза подавали свои документы, и нам 23 раза отказали. Мы вообще посмотрели, проанализировали, оказывается, последние 11 лет ни одна политическая партия не смогла зарегистрироваться в Казахстане. Последние 11 лет. И до сих пор этого не происходит, то есть, по сути, все то, что он говорил, это обман, это просто красивые слова, которые не реализовываются. Мы сейчас, конечно, видим попытки Тукаева, он, по сути, пытается искусственным способом создать такие провластные политические партии, якобы оппозиционные. То есть, они сами создают, сами там, предлагают некоторым людям играть роль, там, возглавить эту... Российская модель. Да, и наверняка вот эти 2-3, наверное, вот такие партии, которые Тукаев сам создал, его администрация сама создала, они, наверное, будут зарегистрированы, допущены к парламентским выборам в следующем году. Но другие партии, как мы видим, они регистрировать не собираются. Второе, на президентских выборах было очень удивительно, то есть, вы знаете, у нас Конституция Казахстана, она практически не позволяет человеку выдвинуться кандидатом в президент. Это практически невозможно. У нас столько препонов, и, по сути, вот, хотя в Конституции прямо прописано право гражданина Казахстана избирать и быть избранным, но другие нормы этой же Конституции прописаны таким образом, что 99% казахстанцев не могут участвовать. Значит, я опишу коротко, какие препятствия. Первое, человек должен быть рожден в Казахстане. То есть, если он репатриант, если он, допустим, родился, не знаю, там, его родители были, условно говоря, там, журналистами, находились в командировке в Киеве, и он имел, допустим, неосторожность родиться в другой стране, допустим, в Киеве, все, он уже не может баллотироваться в президенты Казахстана. У нас около двух миллионов репатриантов, да, казахов по национальности, которые жили за рубежом, там, в Китае, в России, в Узбекистане, в Монголии, которые вернулись в Казахстан, они не имеют права быть кандидатами в президенты. Второе, последние 15 лет гражданин должен проживать в Казахстане без выезда. То есть, если он куда-либо там выезжал, находился какое-то долгое время за рубежом, в командировке, неважно, то он уже не имеет права избираться в президенты. Что интересно, то Каев последние 15 лет не находился в Казахстане. Это все прекрасно знают, вы знаете, он был заместителем генерального секретаря ООН и жил в Женеве. То есть, и долгое время находился там, но почему-то его норма, это норма, это его не касается. Остальных всех да, а его нет. Теперь следующее. Они просто прописали такую норму, что у человека должно быть 5 лет государственной службы для того, чтобы он мог баллотироваться президентом. То есть, он обязательно должен работать на государственной службе. Условно говоря, какой-нибудь Зеленский, он никогда не сможет в Казахстане баллотироваться. Да, да, это удивительно. И 5 лет государственной службы практически нет ни у кого. Это 1% казахстанцев, у которых есть стаж более 5 лет. И вот представьте, все вот эти ограничения, и я оказался среди вот этих счастливчиков из 1%. То есть, у меня совпало все. Я родился в Казахстане, последние 15 лет проживал здесь, там не судим, в совершенстве владею казахским государственным языком. Значит, и у меня более 5 лет стажей государственной службы, около 7 лет. И представляете, когда они понимают, что Альтаев теперь может выдвинуться, они начинают, значит, пытаться найти все способы для того, чтобы его не допустить. Теперь еще один важный момент. Значит, представьте, что вы оказались счастливчиком из одного вот этого процента, который может баллотироваться. Теперь следующий препод. Вы не можете сами инициировать свое выдвижение в кандидаты. У вас должна быть обязательно либо политическая партия, либо республиканское общественное объединение, которое охватывает все регионы Казахстана. Должны быть филиалы во всех регионах. Если у вас нет такого РОО, вы не сможете выдвигаться кандидатом в президенты. Теперь, значит, что у меня политической партии нет, то есть она не зарегистрирована. Как я уже говорил, 23 раза мы пытались, хотя у нас все там совпадает, все по закону, но нас не регистрируют. Теперь я начинаю искать республиканское общественное объединение. Рядом со мной в партии находился мой заместитель, который возглавлял республиканское общественное объединение ветеранов таджико-афганских конфликтов. И, значит, у нас всегда с ним была договоренность, и он всегда говорил, там, ну, Жан Баужанович, мы там всегда, как только будут президентские выборы, мы вас выдвинем от нашего РОО, значит, на эти выборы. И что происходит? Он вдруг пропадает в какой-то момент, мы не можем его найти. Через какое-то время выходит видео в Ютьюбе, во всех социальных сетях, где он стоит там с несколькими своими сторонниками и говорит, что его организация поддерживает Токаева на этих президентских выборах. Представляете, мой заместитель по партии. Потом, значит, второе РОО, на которое я понадеялся, тоже мы встретились, и они нас заверили, что вот сегодня вечером мы проведем там свое внутреннее собрание, и завтра будет протокол о выдвижении вас кандидатом в президенты. На следующий день утром выходит такое же видео о том, что они поддерживают Токаев. То есть я понимаю, что их мощно, жестко обработали, не знаю, чем им угрожали, или же там подкупали, но в конечном итоге они отказались, они начали, значит, поддерживать кандидатуру Токаев. И тут находится все-таки одно РОО, которое совершенно неожиданно для властей проводит собрание, и, значит, на этом собрании они выдвигают мою кандидатуру. Причем там внутри были споры, то есть у них абсолютно демократичная организация, в которой там все свободно могут говорить, высказывать свое мнение. Это не Токаевские какие-нибудь там партии Аманат, или там, где все стопроцентно голосуют за, да, то есть там есть, возможно, дискуссии. Субтитры создавал DimaTorzok